МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каникулы в шоколаде с историей популярного лакомства познакомили детей-педагоги коррекционной школы Биробиджана. Ребята, война началась. С этих слов от раненого лётчика сбитого самолёта узнала о начале Великой Отечественной войны труженица тыла Поросковья Шипицына. Ряд проблем в организации безопасности на водных объектах автономии обсудили на заседании Совета глав ЕАО. Губернатор региона Росислав Гольштейн, заслушав доклад инспектора по маломерным судам области, отметил, ситуация требует немедленного разрешения, поскольку пляжи ЕАО практически не готовы к наплыву отдыхающих. Вопрос обречения безопасности людей на водных объектах в летний период является актуальным для нашей области в связи с тем, что у нас практически отсутствуют места организованного отдыха, населения воды, пляжа, зоны отдыха и так далее. Основная проблема в чём? В том, что у нас на территории региона отсутствуют водолазы, которые могут провести обследование одна. Лицензированная должна быть деятельность. У нас водолазов нет. Здесь муниципальные образования, как бы и что бы не хотели сделать, крайне сложно получить допуск карьера, ввести его в эксплуатацию по всем нормам, если просто нет водолазов. Вторая проблема – организация спасательных постов в зонах купания. Главы районов отметили, существует острая нехватка кадров и источников финансирования для содержания специалистов. Также есть опасность для граждан, которые в летний период организовывают свой отдых в непредназначенных для этого местах. Чтобы предотвратить гибель людей, необходимо усилить рейды на стихийные пляжи, отметили участники встречи. Сколько у нас объектов водных, на которых сегодня купаться нельзя, запрещено. Раз. Сейчас эти все объекты органы местного самоуправления должны обложить знаками, что купание запрещено. Практику по 5.35 я на ней настаивал, чтобы родители привлекали к ответственности, когда мы устанавливаем, что дети купаются в этих местах. На сегодняшнем совещании, я полагаю, нам нужно принять вот эти основные решения. 102 объекта. Вы этот перечень еще раз актуализируете. Мы главам дадим 10 дней на установку соответствующих знаков, где еще не стоит. Рейдовые мероприятия проводить ежедневно. Также Ростислав Гольдштейн поручил главам муниципальных образований в 10-дневный срок определить места для купания, обеспечить их надлежащее состояние и безопасность граждан. Ольга Киселева, Павел Славин. Новости 21. Заслуженные дипломы об окончании Биробиджанского медицинского колледжа получили выпускники сестринского отделения. На торжественном мероприятии документы о получении образования вручили 40 будущим медсестрам. Очень приятно, что среди этих 40 есть 8 дипломов с отличием. Это так называемые красные дипломы. Это студенты, которые все годы учебы были отличниками. Они принимали участие в научных конференциях, они получали прекрасные оценки за свои знания. И вот результат такой, просто очень хороший, 8 красных дипломов. Примечателен выпуск 2022 года тем, что именно на время их обучения выпала пандемия коронавируса. За это время студенты помогали действующим врачам, проводили прием и обследование больных инфекций, работали в красной зоне. Мы вот в этих костюмах, в которых жарко, душно, но мы выдавали постановление о карантине. Было приятно видеть людей, которые там спасибо, спасибо, там раздавали также продукты, там старым людям, пожилым людям. И также и молодым людям все искренне благодарили. Нам жарко, но за искреннее спасибо это, конечно, приятно делать. Преподаватели от всей души поздравили вчерашних студентов и произнесли слова на путствие, пожелав дальнейших успехов в выбранном деле. В свою очередь, выпускники поблагодарили педагогический состав колледжа за полученные знания. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. Путешествие «Мир шоколада». Такой развлекательной и познавательной программой завершилась первая смена детской площадки на базе специальной коррекционной школы Биробиджана. На мероприятии дети поближе познакомились с популярным лакомством. Педагоги учреждения в игровой форме рассказали воспитанникам интересные факты и познакомили с отечественными производителями. Подсластили мероприятия шоколадные наборы от ООО «Эдником», которые вручили каждому ребёнку. Ну а помощь с поиском спонсора оказала депутат законодательного собрания ЕОО Елизавета Славина. При подготовке к нашему мероприятию остро стал вопрос, где взять средства для призов, чтобы поощрить наших активных ребят. И сразу пришла мысль, что непременно отзовётся на нашу просьбу Елизавета Владимировна. Первая смена проходила с 1 по 22 июня. За это время каникулы в стенах коррекционной школы провели 29 детей. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21. День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны вспомнят в России 22 июня. Эта дата стала одним из самых трагичных моментов в истории страны. И тем прискорбней, что с каждым годом остаётся всё меньше очевидцев тех событий. Ребёнок войны, друженица тыла Поросковья Шипицына, вспомнила, как, будучи ещё совсем юной девушкой, встретила первый день войны. Ребята, началась война. Именно с этих слов от раненого лётчика сбитого самолёта узнала она о начале Великой Отечественной. Тогда ещё школьница, только закончившая пятый класс, Поросковья проживала в селе Курганов Кабрянской области. И именно 22 июня после сдачи последнего экзамена собиралась пойти с одноклассниками в лес. Но поход прервал рёв моторов самолётов. Один из них горел в воздухе и шёл на вынужденную посадку. Приземлился он в полутора километрах от села. А кругом полярожа, рожа такая богатая. Да, и он поржи уже, уже он не летит, а ползёт, ползёт уже. Мы все-все классом побежали туда. Когда прибежали, самолёт взорвался уже. Вот они в траншеи этой спрятались, заползли. Истечённые ребята, истечённые, страшно смотреть на их было. Особенно пулемётчик. Так для 13-летней девочки начались долгие четыре года войны. За это время она жила на оккупированных территориях и была связной у партизан. А после прихода советских солдат помогала в заготовке леса для промышленности и фронта. 22 июня в Еврейской автономной области пройдёт ряд тематических мероприятий. Начнётся всё с зажжения свечей в сквере Победы в 4 часа утра. А в 10.00 жители города смогут возложить цветы к вечному огню. Вечером в 19.15 пройдёт всероссийская минута молчания. В половину десятого вечера зажжётся подсветка на областной филармонии. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21. Смотрите далее. Концертного сезона прошло в Биробиджанской областной филармонии. Подвели итоги, наметили планы, приняли новых членов. Заседание регионального политического совета «Единой России» прошло в Биробиджане. В частности, руководящему органу был представлен доклад о работе фракции в областном законодательном собрании. За период прошлогодней работы депутатами нового созыва внесено 13 законотворческих инициатив, проведено 63 личных приёма, рассмотрено более 240 обращений. Кроме того, парламентарии активно подключились к проведению и организации различных акций. На выборах прошлого года была принята народная программа. Именно с народной программой «Единая Россия» заходила на избирательную кампанию. И мы взяли на себя обязательства. Обязательства перед гражданами. Поэтому основная цель и основная задача – это сделать жизнь наших людей гораздо лучше. Секретарь регионального отделения партии глава ЕО Ростислав Гольштейн вручил партийные билеты новым членам «Единой России», а Александру Ромазанову – удостоверение члена Генерального совета партии, в состав которого он был избран на прошедшем съезде. Алена Шот, Денис Листюхин, Новости 21. 22 июня 1941 года, 4 часа утра. В этот день, в этот час началась самая жестокая и кровопролитная война, которая унесла миллионы жизней. На борьбу с фашизмом были брошены все силы русского народа. Люди сражались на фронтах и в тылу, обеспечивая солдат необходимым, терпя лишения. Сегодня в День памяти и скорби граждане страны вспоминают тех, кто пал в боях за свободу потомков. В сквере Победы Биробиджана у Вечного Огня собрались руководители города и области, ветераны войны и труженики тыла, общественники, чтобы почтить память отважных солдат, сражавшихся за Родину. Особенный трепет в этот день испытывают те, кто застал эти страшные годы. Такое воспоминание сопровождает всю жизнь. С возрастом она и тупилась, а с другой стороны, чем старше, тем больше осознаешь вот эту историю. У меня погибло два двоюродных брата на фронте. Я всегда их помню. Общие людские потери СССР в ходе войны составили почти 27 миллионов человек. Из них более 8,5 миллионов погибли на полях сражения. Около 7,5 миллионов были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях. И это далеко не все цифры. Жестокая война закончилась Великой Победой, оставив страшный след в истории. И единственное желание – никогда этого не повторять. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости, 21. Утреннюю зарядку в начале рабочего дня провели сотрудники многофункционального центра ЕАО. Мероприятие прошло в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, который проходит в Еврейской автономной области с 26 мая по инициативе губернатора региона Ростислава Гольштейна. Сделана она, чтобы поднять корпоративный дух и лишний раз обратить внимание на плюсы здорового образа жизни. А вообще в учреждении многофункционального центра уделяется большое внимание охране здоровья своих сотрудников. Несмотря на рабочий день, порядка 20 сотрудников учреждения смогли уделить немного времени, чтобы поддержать инициативу. Выделив несколько минут и позанимавшись со своими коллегами в дружеской атмосфере, они получили заряд бодрости и настроения на весь оставшийся день. Я считаю, что такие мероприятия, во-первых, нужно проводить ежедневно, поскольку все-таки это и сплочает коллектив, это поднимает корпоративный дух. Плюс к тому, мы не будем забывать, что это, в принципе, оздоровительные мероприятия, и прививают привычку населения заниматься зарядкой. Также в рамках «Месячника» для сотрудников МФЦ организовали встречу с полицейскими, которые рассказали о вреде и ответственности за употребление и распространение наркотиков. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. Советские нетленки и бессмертная классика прозвучали с главной сцены ЯУ. Представлением лучших номеров закрыли сезон артисты Биробиджанской областной филармонии. На финальном галоконцерте солисты и ансамбли исполнили произведения, которые были показаны в стенах учреждения в течение концертного периода, начиная с октября. В их числе – арии из опер, фрагменты оперет, романсы, классическая музыка, песни из прошлого, еврейский фольклор и художественное слово. Открытие следующего концертного сезона, по традиции, пройдет осенью. Алена Шот, Денис Листюхин, Новости 21.